Сегодня у нас в гостях гости из Умного музея. Это его создатель Владлен Полоцкий и экскурсовод Ксения Брянская. Здравствуйте, я вас приветствую, спасибо, что пришли заранее до начала диалога. И, конечно же, хочется вас спросить вообще об идее создания Умного музея, как это все зарождалось, и почему была такая идея пропагандировать его по многим городам. Здравствуйте, Зарина. Мы приехали к вам с Новосибирска. Новосибирск известен своим научным академгородком. И не зря мы оттуда приехали, потому что наши научные руководители, это работники академгородка, один из института ядерной физики, они нас случайно вдохновили на эти музеи. Чтобы популяризировать науку, физику как таковую. Потому что мы обращаем внимание на то, что дети больше играют, им в школах задают задачи, которые они решают. И они делают это с какой-то долей ответственности перед учебным заведением, но не для себя как такового. А мы именно игрой наших экспонатов, именно в диалоге с нами, в общении, мы популяризируем саму как таковую физику, в частности, и науку в целом. И хочется спросить про города, которые вы посетили, да, и какой промежуток времени это уже происходит? Мы путешествуем с нашей выставкой «Умный музей» по Казахстану уже с прошлого года. Первый город, который мы посетили, это был Усть-Каменогорск. Вот за эти два года мы смогли побывать уже в Симпалатинске, Павлодаре, Караганде, в этом году в Алма-Ате, в Таразе. И вот, наконец-то, мы приехали в Шимкент. Выбрали этот город не случайно для зимы, потому что дома у нас снег и очень холодно. И вот мы здесь греемся. Ну, я думаю, что не только перезимовать, вы сюда приехали, да, все-таки цели у вас помасштабнее, да, с музеем-то? Да, конечно, цели у нас помасштабнее, чтобы не только мы знали все про магниты, электричество и оптику, а еще и жители Казахстана в такой игре, как мы это преподносим. Ну, на данный момент выставка уже идет, она вот в самом разгаре, да. Хочется спросить о ваших впечатлениях, вот именно относительно постоянных посетителей шимкентцев на данный момент, да. Хочется Ксению спросить, она непосредственно экскурсовод и работает. Да, я как экскурсовод удивлена активности детей из Шимкента. Очень любознательные дети и очень редко встречаются дети, которых нужно раскрывать. Все открыты, все хотят что-то потрогать, все бегут, смотрят, достаточно положительные эмоции и очень удивлены этим. Умный музей — это музей не только для детей, несмотря на то, что он в игровой форме, да, подготовлен, но еще и для взрослых. Взрослого населения много к вам приходит? Да, по всем городам, где я работала, приходит большое количество взрослых, и что странно, удивляются абсолютно так же, как дети. Нет такого, что взрослые приходят, и улыбку вызвать на их лице очень трудно. То есть все эмоции получают абсолютно такие же, как и дети взрослые. Мы специально позиционируем себя, как музей — это семейное развлечение даже. Через развлечение, через игру семьи узнают про физику, про науку. То есть мы никогда не будем играть только с ребенком. Мы обязательно завлекаем пап, мам, у нас даже есть лозунг такой, даже папе будет интересно. Поэтому к нам надо, не только надо, и нужно приходить всей семьей, чтобы дети видели, насколько любознательны, на самом деле, их не родители, а не только они сами. Раскрывают еще, да, некий контакт новый между родителями и детьми. Умный музей, откровенно говоря, да, это, я бы не сказала, что в новинку, да, вот сама идея, но вы ее по-другому разработали. Можно так сказать, да, что-то новое все-таки внесли в нынешнюю выставку, да, в саму программу, с которой вы ездите. Что отличает вот именно ваш умный музей? Ну, сама идея научной популяризации, вот такой в игровой форме, она на самом деле, правильно вы сказали, она не нова. То есть один из самых первых музеев был открыт в 1936 году, 15 октября, ученым Перельманом в Санкт-Петербурге. Это был самый первый научный музей, вот, мы даже какие-то идеи берем, но он был очень масштабный, у них было очень много залов, и, к сожалению, в начале Второй мировой войны, вот, он был закрыт, вот, это все погасло. Но вот сейчас, благодаря таким инициаторам, как мы, мы начинаем возрождать эту занимательную науку, занимательную математику, физику, вот, и делаем, конечно же, это из современных сегодня материалов, чтобы это было более красиво, вот. И актуально. И актуально, да, согласен. И я вижу, что вы привезли с собой экспонаты, да, которые желаете продемонстрировать в деле, да? Конечно. Расскажите, пожалуйста, о них, и вообще, к слову, здесь, естественно, не все, у вас 45 экспонатов, насколько мне известно, да, есть ли среди них те, которые, вот, наверное, наиболее такие яркие, вот, на которые вы прям делаете ставки, возможно, введете некую статистику по количеству людей, заинтересовавшихся тем или иным экспонатом. Да, именно так, мы в студию, конечно, не смогли что-то масштабное привезти, мы привезли небольшие экспонаты, которые мы обязательно сейчас продемонстрируем, а ставку на такие экспонаты, которые у нас большие и яркие, например, пробовали когда-нибудь заморозить свою тень? Нет, естественно, нет. Нет? А в нашем музее это возможно, и мы не просто замораживаем тень наших гостей, ну, ненадолго, конечно, они с ней уходят обязательно, вот, но физику этого процесса мы обязательно дальше рассказываем. Например, у нас можно посидеть на стуле с гвоздями, ну, вот, это совершенно... Или покалечиться. Конечно, это совершенно не больно, и мы рассказываем, почему это не больно. То есть, каждый экспонат, он несёт в себе какое-то явление, какой-то физический процесс, закон. Например, мы можем доказать теорему Пифагора за 20 секунд. Даже маленькому ребёнку это сразу понятно. И приступим, наконец, к нашим экспонатам, да, которые вы... Да, собственно, экспонаты у нас, у нас вот присутствуют такие вот две дощечки, ну, вот, смотрите, пожалуйста, Зарина, подскажите, какая из этих дощечек длиннее, на первый взгляд? На первый взгляд кажется синее. Синее? Да. Смотрите, небольшая вот такая ловкость рук, а теперь? А теперь зелёная. Что это? Нет, это не фокусник. Ничего, да. Это не фокусник, это не чудо. Это на самом деле достаточно всё интересно и просто. Ещё раз меняю местами. И снова, да, то же самое. Снова синее. И снова синее. Каким образом это происходит, у меня возникает вопрос главы? Наверное, вы на это и рассчитываете, да? Конечно. После демонстрации. Конечно. В демонстрации рассчитываем на то, что вы захотите узнать правильный ответ. Конечно. А правильный ответ, вы, Зарина, и зрители наши узнают в умном музее. Как замечательно. Интрига. Да. Интрига. У нас есть ещё вот такой замечательный ботинок с пассатижами. Я даже, Лазарина, попрошу немножко с ним поиграть. Как и просим мы, в принципе, всех наших зрителей. Смотрите, мы представляем вам ботинок. Обычный ботинок совершенно, у которого есть шнурки. И я предлагаю вам в руки взять пассатижи и попробовать завязать шнурки, но только не руками, а пассатижами. Вы знаете, я так не каждый день делаю. Мне кажется, что у меня не совсем получится, да? На это и расчёт, да? Да, на это и расчёт. Как же мне это сделать? Зарина пытается у нас завязать шнурки на ботинке. Слово «пытается» подобрать, но очень хорошо. Я немножко расскажу об этом экспонате. Это один из моих любимых экспонатов на самом деле, потому что это как раз то, что переживает каждый наш гость. То, что он чувствует. Вы знаете, мы не совсем способны вас слушать сейчас. А я сейчас, Зарина, наверное, даже больше не вам говорю, а зрителям. Потому что первое, что вы взяли, когда пассатижи в руки, что вы сделали? Сосредоточилась на шнурках. Закрепила их. Закрепили их. И вы столкнулись с чем-то новым, а когда мы сталкиваемся с чем-то новым, что первое мы начинаем делать? Думать, как же это всё сделать. Верно. Вот, именно думать. Вот таким достаточно простым способом мы заставляем гостей наших думать. То есть, как вы думаете, кто умнее, взрослые или дети? Вы знаете, я думаю, что за данным занятием это будет как с чистого листа, то есть на равных, наверное. Правильно. А кто чаще всего встречается с чем-то новым постоянно? Дети или взрослые? Ну, я думаю, дети, потому что им действительно много всего предстоит изучить. И поэтому они постоянно думают, они развиваются. Мы на самом деле практически достигли какого-то уровня и стоим на месте. А дети, на самом деле, они умнее, потому что они постоянно сталкиваются с чем-то новым. Они постоянно играют. Через игру они что-то узнают. Да, и потребность у них больше. Да, и потребность, согласен. Поэтому таким незамысловатым образом мы заставляем наших гостей думать. Если бы вы, конечно, ещё завязали бантики, это было бы вообще огонь. Не осилила я бантики, надо это признать. У меня хватило только на один узелок. Надеюсь, что зрители наши это оценят. Я вот его ещё даже подвяжу посередине. Это будет последний мой штрих в этом деле. Спасибо вам большое. Я действительно мыслительно поработала для того, чтобы завязать просто узелок. Что у нас есть ещё? Ещё, да. Ещё у нас есть вот такая трубочка. Как вы думаете, из какого она металла? Сложно так сказать на первый взгляд, но... Нам подскажет Ксения. Это цветной металл, и он называется медь. Да, я почему-то... И у нас есть ещё... Держи, пожалуйста, Ксения. Смотрите. Металлический шарик у нас. Металлический шарик. Мы его опускаем в медную трубочку. И он моментально... Оказывается в ладошке. Да. А вот сейчас никакой магии, ничего. Зрители тоже всё видят. Давайте вместе считать. Один, два, три, четыре. Почти пять секунд прошло. Как вы думаете, почему так происходит? Я даже небольшую подсказку, а то мы слишком много задаём вопросов. И не даём вообще ни одного ответа. Здесь у нас присутствует такое явление, как электромагнитная индукция. А что это такое, может быть вам известно или нет, мы вам расскажем в умном музее. Приходите, у нас очень интересно. Но сферы научные, да, вообще сами науки, которые так или иначе связаны с программой вашего умного музея, это не только физика, да, насколько я понимаю. Да. Это и химия, да, это математика. Это различные сферы научные, которые мы... Даже у нас есть природное явление, у нас есть макет настоящего торнадо, которую мы можем показать и расскажем, естественно, физику этого явления. То есть на самом деле физика – это наука о природе. То есть вся физика – это природа, которая нас окружает. Ну что ж, действительно, оставили зрителей и меня в неведении, не дав ответы на интересные нам вопросы. Но я думаю, что это действительно хорошая интрига для того, чтобы заинтересовались, пришли, ведь музей носит не только развлекательную, да, но познавательную, образовательную цель. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли, поделились с такой информацией. Мы дарим вам газеты наши. Это газеты «Раббат». Спасибо. Читайте, будьте в курсе событий нашего региона. Хорошо. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова